В этом видео хочу поговорить о том, сколько я зарабатываю на ютубе. Перед началом этого ролика я хочу порекомендовать вам дебетовую карту, которую без преувеличения используют почти все мои знакомые. Дебетовая карта Тинькофф Блэк. Все мне её советуют, в том числе знакомый популярный блогер, и их отзывам я доверяю. Что она умеет? 4% годовых на остаток по счёту, который приходит каждый месяц. 1% кэшбэка с абсолютно всех покупок и 5% кэшбэка на выбранной тобой категории. И самое вкусное, до 30% кэшбэка у партнёров банка. Среди которых, кстати, сервисы электроники, магазины игр и прочее. Тинькофф даёт кэшбэки рублями, а не бонусами. Без комиссии снимаются наличные со всех банкоматов мира. Следующее. 15% кэшбэка при покупке билетов в кино или концерта через приложение Тинькоффа. Деньги можно переводить бесплатно с карты на карту любого банка, просто по номеру телефона. Ну и саму карту привозят в любое удобное для тебя время и место. Оформляй карту по ссылке внизу и получай пожизненный кэшбэк на все товары и услуги. С гордостью говорю, что ссылку на бесплатное оформление карты вы найдёте в описании. Вот все мы, наверное, с вами смотрим Ютуб. На самом деле, сам я его нихрена не смотрю, я только на него снимаю. И если ты уже на моём канале, то, скорее всего, кого-то популярного, кроме меня, ты смотришь. И, наверное, у каждого популярного Ютубера в роликах ты видишь рекламу, скрытую рекламу, встроенную рекламу от Ютуба, это такие вот жёлтенькие точечки. И вот всех вас, наверное, интересует, сколько же популярные Ютубера зарабатывают. А, ролик же называется, сколько я зарабатываю со своего канала. И в отличие от других блогеров, которые любят делать вот такие вот кликбейтные названия, я вам на этот вопрос отвечу. Вообще, я вам так скажу, каждый месяц по-разному. В зависимости от того, насколько успешно выстреливают ролики, насколько щедрые мне попадаются рекламодатели, как много роликов я записываю, ну и ещё очень много других факторов. И в зависимости от всего этого, каждый месяц суммы могут очень сильно отличаться. И поэтому мой ежемесячный доход с абсолютно всей рекламой в среднем составляет от 3 до 4 тысяч долларов в месяц. И вы сейчас, наверное, охренели от того, что я назвал вам такие точные цифры. Но я вам скажу так. Во-первых, это не такой уж и большой доход для канала моего уровня. Просто у меня пока нет рекламного менеджера, хотя он скоро появится. И поэтому без него мне тяжеловато искать нормальных рекламодателей. И вот только недавно у меня начало это получаться. А во-вторых, о чём упадёт речь в сегодняшнем видео. Я ненавижу тех людей, которые лицемерят и прибедняются. И причём ладно ещё те, кто не называет точные суммы. Или вообще не говорит о своём доходе. Это их личное право, и никто их не может заставить этого делать. Но я говорю конкретно про тех людей, а в частности и про блогеров, которые просто очевидно, что зарабатывают огромные бабки, но которые любят прибедняться и говорить, какое у них тяжёлое финансовое положение. Запомните, это я вам говорю как ютубер, который в этом разбирается. И который работает со многими крупными рекламодателями. Если вы видите, что у какого-нибудь блогера каждый ролик набирает больше миллиона просмотров, и если он не снимает какие-то очень затратные видео, и в каждом его ролике вы видите какую-нибудь рекламную интеграцию, то вот просто запомните, что этот человек зарабатывает столько, сколько вы никогда в жизни в руках не держали, и навряд ли когда-нибудь подержите. И нет, это сейчас не намёк на то, что типа вы все тут нищеброды. А то я знаю, что есть такие, которые любят неправильно понимать и придираться к словам. Я имею в виду то, что если такой человек будет рассказывать вам, насколько он в тяжёлом финансовом положении, то верить ему ни в коем случае нельзя. Я лично не собираюсь прибедняться или чё-то от кого-то скрывать. Потому что, как мне кажется, это очевидно, что если у меня ролики выходят через день, через два, ну сейчас уже немного пореже, потому что у меня там ещё свои дела появились, но потом будут выходить в таком же графике. И в каждом моём ролике вы видите по одной по две рекламной интеграции, то мне кажется, это просто очевидно, что я дохрена с этого зарабатываю. И чё-то там от кого-то скрывать я не вижу абсолютно никакого смысла. Наверное, вы все смотрели мои ролики, где я рассказывал, что я где-то там работал. То в KFC, то раздавал листовки, то ещё где-то. Разумеется, это всё было до того, как я начал зарабатывать на Ютубе. И вот меня очень сильно веселят подобные комментарии. Скажи, а где ты сейчас работаешь? И вот мне очень интересно, у людей, которые задают подобные вопросы, есть хоть капли серого вещества в мозгу? Неужели так сложно подумать своей головой? Вы смотрите канал, на котором на данный момент 330 тысяч подписчиков. Ролики на нём выходят регулярные, причём довольно часто. Каждый ролик длится больше 10 минут, что даёт невозможность вставлять несколько рекламных пауз от партнёрки. Каждый ролик набирает больше 200 тысяч просмотров, может быть какие-то и меньше, но в основном так. В каждом ролике вы видите по одной по две рекламы. И вот неужели нельзя все эти факты у себя в голове сложить и подумать своими мозгами, что это, наверное, означает, что я на Ютубе работаю? И что Ютуб для меня это уже давно нихрена не хобби, а профессиональный заработок. А вообще давайте на чистоту. Мало у кого из Ютуберов хватит есть, чтобы в этом признаться, но я вам скажу, что Ютуб никогда не был для меня хобби. И то, что я изначально пришёл на Ютуб с целью зарабатывать, потому что я знал, что здесь это возможно. Даже когда у меня вообще не было подписчиков. Даже когда я вообще ничего не зарабатывал. У меня изначально была цель иметь с этого профит. И теперь ответ на главные вопросы, которые мне задают многие подписчики. Почему же я так сильно парюсь за зелёный значок монетизации? То есть, почему я не могу говорить, что хочу из-за правил Ютуба? Почему у меня на роликах такие простые и примитивные обложки? Почему ролики выходят так часто? Почему каждое моё видео длится больше 10 минут? И на все эти вопросы я вам как раз и отвечу. В общем и целом, ответ очень прост. Всё это делается для того, чтобы я со своих роликов зарабатывал больше бабла. Смотрите, на что влияет зелёный значок монетизации. Прежде всего, я тебе сразу скажу, что если у тебя жёлтый значок, то это означает, что для алгоритмов Ютуба твой ролик потенциально невыгодный. А потенциально невыгодные ролики Ютуб не продвигает в рекомендации. Именно поэтому на многих моих роликах, на которых был жёлтый значок монетизации, у меня очень мало просмотров. А хреновые просмотры для одного ролика влияют на общую статистику всего канала. Во-вторых, как я вам уже говорил, если у тебя жёлтый значок монетизации, то ты нихрена не получишь денег с этого ролика. Максимум, сколько ты можешь получить за 100 тысяч просмотров, это 2-3 доллара. А это, как вы понимаете, ни хрена не деньги за такие просмотры. Ну, в общем, почему я так парюсь за монетизацию, мы разобрались. Теперь же о том, почему у меня каждый ролик длится больше 10 минут. Прикол весь в том, что когда ты делаешь ролик больше 10 минут, то он считается уже как длинный. И в него можно вставлять сразу по несколько рекламных пауз от Ютуба. То есть вот этих вот желтых точек на таймлайне, которые вы видите. А разумеется, чем больше у тебя рекламных пауз, тем больше ты получишь за это денег. И чтобы вы понимали, за ролик, который длится меньше 10 минут, за 100 тысяч просмотров я получу бы 50 долларов. А за ролик, который длится больше 10 минут и в котором несколько рекламных пауз, я, например, за 100 тысяч просмотров получу где-то 80-90 долларов. Теперь же ответ на вопрос, зачем я делаю такие простые обложки, которые в фотошопе делаются в 2 клика. А все очень просто, понимаете, люди так устроены. Что когда они видят что-то минималистичное, отличающееся от остального, да и плюс к тому, что притягивает внимание, то они нажимают именно туда. Я не знаю, почему наш мозг так устроен, почему у нас так все работает, но это просто как факт. И практика показала, что именно по таким обложкам кликают чаще всего. Блин, за хрена я вам свои секреты рассказываю, не понимаю, ну да ладно. Кстати, именно поэтому я пишу название для видео капсалкам. Теперь же к вопросу о том, на какие темы я снимаю свои ролики. Многие меня в комментариях просят снять видео на какие-то ноунейм тематики. Я не буду вам все их перечислять. Я думаю, вы и так видите подобные комментарии под каждым моим роликом. Так вот, сразу же отвечаю всем подобным комментаторам. Я не буду снимать ролики на какие-то ноунейм тематики, которые интересны только мне или только тебе. Я снимаю ролики только на те темы, которые потенциально могут выстрелить и набрать просмотры. А теперь ответ на главный вопрос, зачем же я вам сейчас это все рассказываю? А это для того, чтобы вы понимали, что так как я думаю, большинство популярных ютуберов, просто не у всех хватит яиц в открытую признаться в этом своей аудитории. Они будут вам лицемерить и говорить, что они на ютубе исключительно ради искусства. Нет, разумеется, есть такие, которые реально неделями стараются над каждым своим роликом. И полностью погружены в свой проект. Но есть и те, которые снимают откровенную парашу, а своей аудитории вешают лапшу на уши, то что они на ютубе ради искусства. А у самих в роликах тонны рекламы. Дабы тут не разводить срач, я не буду называть конкретные имена. Но вот вспомните многих ютуберов, которые сначала рассказывали вам, насколько они любят свою аудиторию и насколько им нравится снимать ролики. А потом, как только у них появлялся какой-то сторонний доход, с которого они имели гораздо большее количество бабок, чем с ютуба, то они на свою горячо любимую аудиторию, на свои ютуб-каналы, забивали огромненький такой болт. Всё очень просто, потому что нашли другое, более денежное место. И вот знаете, как очень легко проверить ютуберов на вшивость? Вот сейчас ютуб объявит о том, что он не будет больше платить деньги. И я уверен, что больше половины тех, кто напивали вам сладкие сиренады о том, как они любят свою аудиторию, с этого ютуба благополучно сделают съебастен. И поэтому я не вижу ничего зазорного признаться своей аудитории в том, что ты на ютубе ради заработка. Это абсолютно нормальная цель. Вот подумайте, вы молодой пацан от 18 до 20 лет. Разумеется, все вы хотите жить независимо от родителей, ездить на хорошем автомобиле, путешествовать по разным странам, да и в принципе ни в чём себе не отказывать. И вот хорошо подумайте, где вы сможете заработать такие деньги. Максимум, куда вы в таком возрасте без каких-либо связей устроитесь, это на подработку либо в какой-нибудь фастфуд-ресторан, либо каким-нибудь грузчиком, либо куда-нибудь на стройку, ну в общем на любую низкоквалифицированную работу, на которой вы убьёте всё своё здоровье и нервы, а платить вам на этой работе будут гроши. И что же тогда делать? Нужно же, наверное, искать место, где будут платить много. Вот я для себя это место нашёл, и это место для меня ютуб. Так как я умею монтировать ролики, так как я умею красиво говорить, надеюсь, я не преувеличиваю свои способности, то я решил, что мои ролики будут хорошо выстреливать. А если мои ролики будут хорошо выстреливать, то, разумеется, с них можно получать деньги. И причём неплохие такие деньги. Достаточно неплохие деньги, чтобы в 20 лет снимать свою квартиру почти в центре Москвы. Да ещё и откладывать на крутую тачку, какую не скажу. А теперь пару слов о рекламе. Даже при том, что я в открытую заявляю, что ютуб для меня это способ заработка, я не позволяю себе на своём канале рекламировать откровенное кидалово. То есть всякие телеграм-каналы с заработком денег. Хотя нет, признаюсь, у меня одна подобная сомнительная реклама была, но и то это от того, что я сам до конца не разобрался, что это такое. Всякие прогнозы на ставки, всякие рулетки, всякий онлайн-казино, букмекерские конторы, которые кидают людей на деньги, различные приложения, где якобы ты выполняешь задания, и тебе за это платят деньги. А на деле же это полное кидалово, потому что любой нормальный человек понимает, что просто так ему ни за что платить не будут. Я вам даже больше скажу, мне когда-то предлагали 100 тысяч за рекламу какого-то телеграм-бота, где якобы ты ему платишь 200 рублей, а он тебе дает карту от пятерочки с бонусами на 400 рублей. И любому адекватному человеку будет очевидно, что это откровенная кидалово. И вы бы просто знали, сколько же мне таких рекламных предложений поступало. Кстати, про каперов, которые рекламируют всякую парашу в инстаграме, я буду снимать отдельный ролик. И кое-кого туда даже приглашу поучаствовать, все вы его знаете. Поэтому ставьте лайки, и этот ролик выйдет быстрее. Ну в общем, я это к тому, что даже при своем буйном рвении заработать деньги, я не позволяю себе на своем канале рекламировать лохотроны. А вот те люди, которые вам рассказывают о том, как они ценят своих подписчиков, что на ютубе они исключительно ради искусства, а у самих в роликах тонны рекламы всяких лохотронов, которые отстегнули им просто огромное количество бабок. Потому что мне уж поверьте, я прекрасно знаю, сколько они могут предложить. Ну в общем, я думаю, суть и посыл этого ролика вы поняли. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео.